Здравия, друзья! С вами Шевченко Александр и очередное видео от Академии Счастья. Сегодня у нас в Одессе чудесная солнечная погода и очень радостно, весело, поэтому всем желаю добра, гармонии, счастья. И, конечно, поздравляю мам с праздником. Всем мамам желаю тоже гармонии, чтобы оставаться всегда здоровыми, молодыми и осознанными. Сегодня поговорим о том, как действительно поддерживать осознанность, потому что многие люди под осознанностью понимают, опять же, свои разные вещи. То, что я говорю об осознанности, это когда человек может в настоящем времени наблюдать то, что с ним происходит. То есть единицы внимания находятся здесь и сейчас. И, конечно же, при этом возникает состояние гармонии, радости и счастья. А когда человек вылетает куда-то в прошлое, то у него это счастье пропадает, и он начинает беспокоиться, переживать, думать о прошлом или думать о будущем. На самом деле, те проблемы, которые мы представляем в будущем, они у нас возникают из прошлого, то есть из тех записей, которые у нас сформировались в прошлом. И тогда состояние начинает постепенно ухудшаться, и мы чувствуем себя, скажем, не так хорошо. Бывает такое, что какое-то малейшее слово или действие приводит нас в состояние негативных эмоций, дисгармонии. А если убрать все эти вот случаи в прошлом, я имею в виду, конечно же, не стереть память, а убрать просто оттуда негативный заряд, который там скопился, то, конечно же, состояние снова начинает улучшаться. И я как раз помогаю людям улучшить таким образом состояние путем перепроживания вот этих случаев в прошлом. Это называется процессинг. То есть процессинг помогает человеку восстановить случаи в прошлом, вернуться туда, пройти через них и убрать оттуда негативный заряд за счет того, что мы неоднократно проходим. Один, два, три, четыре, пять раз, столько, сколько необходимо, пока человек вдруг не осознает, что действительно это больше на него не влияет. То есть у него происходит такое новое понимание жизни, озарение, и удаляются как раз вот эти негативные эмоции, то есть то, что там скопилось. То есть когда человек не смог принять то, что с ним произошло, то оно у него записалось, записалось в его реактивном уме, то есть его память. И потом при малейшем случае, когда что-то напоминает об этом, сходные обстоятельства, оно проявляется у человека и начинает на него давить. А если мы убираем как раз вот этот негативный заряд, то все это больше на человека не давит, и он начинает жить снова осознанной, счастливой жизнью. Вот если мы будем учить этому своих детей, то есть показывать своим примером близким, что действительно можно быть осознанными, то жизнь будет совершенно иной. Поэтому я всегда, когда общаюсь со своими близкими друзьями, говорю об осознанности, говорю о том, что состояние жизни можно улучшать. Поэтому кому это близко, друзья, то я буду рад видеть своих единомышленников, то есть я открыт к общению. Мои контакты будут под этим видео, да, в описании. И еще рекомендую почитать мою книгу, которая называется «Мир и вечного познания», как раз о том, как можно улучшать свое состояние. Она написана в таком несколько эзотерическо-фантастическом романе, да, то есть, но там, что интересно, что каждый человек может научиться создавать собственные вселенные и путешествовать между ними. Вот, и, конечно, если это видео вам понравилось, то ставьте отметку «Нравится», палец вверх и подписывайтесь на канал. Вот, делитесь этим видео с друзьями, а чтобы знать о том, какие видео новые, ну, приходят на канале, которые я записываю практически каждый день, там есть колокольчик. Вот, когда нажимаете на него, то вы будете знать обо всех новинках, которые приходят на канале. Вот, и по средам у меня в 19.00 прямой эфир, можно тоже прямо в прямом эфире задать вопросы и пообщаться, вот, я отвечу на них. Ну, и, конечно, я расскажу более подробно о процессинге счастья и о повышении осознанности, потому что чем больше у человека осознанности, тем лучше мы можем действовать в жизни, тем лучше мы можем взаимодействовать друг с другом, тем больше мы можем внимания уделять тем вещам, действительно, которые являются нашими настоящими вещами. То есть не что-то придуманное, да, выдуманное, а действительно то, что будет приводить к любимому делу, которое будет давать нам радость жизни и помогать нам улучшать это состояние. Вот, на этом, друзья, на сегодня все. Вам желаю гармонии, радости и счастья и увидимся скоро в следующем видео. До встречи.